Всем добрый день! Спасибо, что заглянули ко мне на канал. Сегодня я буду готовить настойку-растирку из белых четырех цветков, которые начинают цвести в мае. Это каштан, сирень, и в июне месяце начинает цвести акация, и потом белая лилия, но только душистая с запахом. Все части конская каштана, конечно, очень полезна. Там много и витаминов, и дубильных веществ, но самую огромную роль, которую играет, это, конечно, эсцин. Он и против тромбов, он оказывает целительное действие на наши больные суставы, уколоподагра, артрит, артроз, улучшает также кровоснажение суставов, тканей, вязкость крови снижается, ткани суставов наши получают нормальное питание, проходят боли и, конечно, увеличивается подвижность. Это немалая роль в наших, конечно, больных суставах. Вот он, куст, сирень, которую мы в детстве ломали, искали. Пять листиков здесь мы находили, примерно загадывали желание. Думали, что на все сбудется. И эта сирень самая-самая лечебная. Сегодня я приступаю к приготовлению настойки-растирки из белых четырех цветков, которые начинают цвести в мае. Это первого идет каштан, он первый зацветает. За каштаном идет сирень. Потом в июне месяце начинает цвести акация и за акацией лилия. Цветут они в разное время, что нам нужно для настойки, которая просто неизменима для компрессов и натирания больных наших суставов. Эта настойка не делается сразу, а делается постепенно. Но так как в этом году у нас каштан и сирень одновременно цветут, из-за холодов, наверное, которые в этом году, поэтому я буду делать сразу же каштан и сирень. Начнет акация цвести, я буду продолжать. Поэтому следите за моим видео. Я буду выставлять видео постепенно. Это просто незаменимая растирка для наших больных коленей. На каждое растение цветков мы берем по 250 мл водки самогона, у кого что есть. Берем свечу каштана и обрезаем. Вот буквально цветочки, как видите, вот так. Сирень мы режем вот так, цветочки. Подготовили мы наши цветки, каштаны и сирень. Банку полтора литра я разделила на четыре части. Вот смотрите. Вот здесь будет до сих пор каштан, потом сирень, акация, а потом лилия. Первыми накладываем наши каштаны. Как раз вот по полосочкам. Открываем нашу водку. Вот, чтобы покрыла водка, чтобы покрыла наши цветочки. Больше оно не надо. Выкладываем нашу сирень. Вот, как раз вот эту полосочку. Первая полосочка. Вторая. Чуть-чуть поднимем. Вот так. Вот такой крышкой мы не накрываем, чтобы наши цветки не задохнулись. А берем вот такую вот. Можно пергаментную бумагу, у кого есть. Берем, накрываем. Вот так вот. Цветки наши стоять будут, наверное, ровно две недели, потому что через две недели должна зацвести акация. Она осядет, приобретет такой зеленоватый цвет. Вот такой вот. Смотрите. Вот такой зеленоватый цвет начнет приобретать. А потом, когда полностью настойка приготовится, она приобретет вот такой вот темный, вот такой вот вязкий, который будет при растирании пениться. Оставляем на две недели до цветения акации. И дальше продолжим набивать акацией, а потом до конца лилии. Обязательно эти настойки должны находиться в темном месте, чтобы не попадали солнечные лучи.